Сегодня мы с вами сделаем небольшой урок по 21 главе книги Шмуэля, по готовым шиурим, готовым урокам автора Датсофлина. И этот урок посвящается для безопасности и спасения, и извлечения на святой земле. Итак, здесь глава очень важная, но автор почему-то сделал только довольно-таки короткий модельный урок. И я хочу немножко рассказать о том, что там произошло, прежде чем мы начнем этот урок. Мы знаем, что Давид, когда убегал от Шауля, у него не было с собой ничего, ни еды, ни меча. И он в результате пошел в город, тогда было время, когда разрешались так называемые бомот. Есть период времени, когда храм Шилу был уже разрушен, а храм в Иерусалиме, конечно, еще не был построен. Он будет построен во время сына Давида, Шлому. И вот весь этот период времени можно было приносить приношения в разных местах, так называемых бомах, на частных алтарях. И была главная бома, бома Гдула, где основная служба происходила. И она была в городе Нов. Там в основном жили священники, Коаним. И вот именно туда направился Давид. И там они, видимо, в каком-то музее или в специальном месте хранили там меч Голиафа в том числе. И пришел туда Давид. И, конечно, он не стал говорить, что за ним охотится царь. Кто знает, как они поведутся. В принципе, казалось бы, они обязаны слушаться царя. Они могли бы его выдать и были бы, может быть, правы, если царь приказал, да, что Давид узурпатор и представляет опасность. Это была ошибка царя, но в любом случае люди бы, наверное, послушались. Не знаю, что бы произошло, если бы Давид сообщил священнику, что за ним охотится царь. Но он ему не сообщил. И сказал, что у него секретное задание. И священник его накормил, дал ему хлеб, да еще и святой какой-то хлеб. Весь диспут какой именно, может быть, тот хлеб, который с субботы на субботу там держит, да, и проверил, что Давид чистый ритуально, и дал ему этот хлеб. Обычно вот только коины едят, но тут в особый случай ему разрешили, да, потому что он голодный очень был, а ничего другого, у них, кроме святой пищи, там ничего не было. Там же коины едят святую пищу храмовую. Вот. И дал ему меч Голиафа. И также спросил для него Урим и Тумим, да, сделал для него запрос через вот этот способ, когда сверкают определенным образом, духовным, наверное, светом, камней, и концентрируешься на именах Всевышнего определенных, и получаешь ответ. В общем, он ему это сделал тоже. Урим и Тумим. Все это он ему проделал. А там находился некто Доек Хадуми. Некто Доек Эдумянин. Видимо, это был еврей, который жил когда-то в земле дома, или переходит в иудаизм, из Гейрим, из Эдома. И этот Доек Хадуми промолчал. Может быть, сам был не уверен, правильно ли поступает этот священник. Но он знал, видимо, что Давид скрывается от Шауля, но промолчал. А потом, позже, он не то что пошел и добежал сразу доносить Шаулю, но потом, позже, когда Шауль будет жаловаться, что никто ему ничего не сообщает, где Давид, и все его предали, то он тогда выступит и скажет, что я знаю, что вот первосвященник города Нов, он Давиду дал еду и спросил для него, и Урим и Тумим, и меч ему дал Голиаф, а все это он сделал. Фактически он донесет на Давида. И за это, говорят, Хазарин потерял часть в будущем мире. И в результате Шауль тогда прикажет казнить, и не только священника, видимо, чтобы другим было неповадно, или он считал, что все замешаны в этом, если целый город, никто ничего не сообщил, он был уверен, что все знают, что Давида разыскивают, то он приказал их всех казнить. И никто не хотел их трогать, и тогда до его было приказано, вот ты тогда и казни. Типа сам их выдал, вот сам и накажи их смертью. И он это проделал. И, как я сказал, Хазарин считал, что он потерял часть в будущем мире за это. Так вот, это Дойга Думянин, кстати, автор Хофицхайма, да, Раби Исраэль Мейра Коэн, да, когда он обсуждает законы ложи на гора, законы запрет на сплетни и дурного языка, говорит, что бывает, что ты когда говоришь то, что на самом деле абсолютная правда, и сам бы человек не стал бы это отрицать. И тем не менее, вот так вот подставил его Дойг. Дойг сказал то, что на самом деле было правдой. Он ничего не солгал. Более того, если бы спросили у самого этого первосвященника, он бы тоже все это рассказал. Но получилось, что Дойга его подставил, и Шауль его приказал казнить. И остальных тоже корни. Но на самом деле, если вы посмотрите в комментарии Малбима, все не так просто, как Мишнабрура, как автор Мишнабруры, да, как Хофицхайм это описывает. Потому что он считает, что Дойг на самом деле так это описал, не давая всю информацию, и описывая это как будто это действительно настоящий сговор. В зависимости от того, как именно было сказано, как произошло на самом деле, и как это описывал Дойг, была на самом деле существенная разница. Не говоря уж о том, что самую главную деталь нужно было упомянуть, что Давид сказал священнику, что он на секретном задании. Священник не знал, что он помогает врагу Шауля. Наоборот, до сих пор же это был тесть, да, Шауль был тестьем Давида, и считалось, да, что кто может быть ближе Давида? Это его генерал, это его зять, близкий ему человек. Почему нужно подозревать, что он бунтует, что он узурпатор? Это очень важная была часть, и упущена в словах Дойга, и то, как Той Дойга это описал, выглядело, что действительно какой-то сговор здесь происходит. В общем, это, конечно, страшная была история, страшная история, которая привела к смерти невинных людей, и в том числе и Давиду это засчиталось. Он тоже фактически, получается, своими акциями, он не подумав, что он же не знал, что до такого дойдет, но не подумав, что привел к смерти множество людей невинных. Только одному удалось спастись, и тот присоединился к Давиду, к одному из священников. Окей, итак, прочтем теперь модельный урок. Значит, учитель спрашивает, говорит сначала, что мы уже не раз говорили, что все у нас учится только через призму устного закона. Я уже говорил, что Датсофрим больше, чем другие комментаторы цитируют Хазаль именно. Если вы посмотрите, классические комментаторы Ралбак, Радак, Абарбанель, они многие очень часто спорят с Хазаль в понимании Танаха, и совсем не принимают за основу то, что здесь считает автор Датсофрим, что только через Медраши и через слова Хазаль можно понять, что говорит Танах. На самом деле, простой смысл Танаха может отличаться от Медраша. Но вот Датсофрим, он очень консервативный в этом отношении, он очень много раз подчеркивает, что мы только понимаем Танах через призму Хазаль, через, так сказать, понимание Хазаль. И вот в данном случае тоже, чтобы понять 21 главу, начнем с того, что сказано в Талмуде в трактате Санхедрин, если бы, говорит Йонатан, Давиду дал хотя бы парочку крова и хлеба на долгий путь, то уже бы не кончилось дело тем, чем кончилось, смертью этих священников. То есть все началось с того, что Давиду нечего было есть. Просто кепшута он голодал, физически голодал. То есть Хазаль использует этот агадо, они используют это в том смысле, как важно людей провожать, дать им пищу на дорогу, митсва провожает людей. Это, в принципе, агадо, не факт, что нужно понимать буквально, как если Хазаль, например, говорят, что лучше попасть в раскаленную печь, чем сказать, чем обидеть человека публично, сказать что-то, что его опозорит. Что это буквально нужно понимать? Есть многие таких привлечений, поэтому не знаю, погибли бы город Коганим, может быть, все равно бы Давид туда пошел из-за того, что меч ему нужен был, чтобы он не был бы голодным, ему нужно было какое-то оружие. Кто знает. Во всяком случае, они хотят подчеркнуть, насколько важно гостеприимство, насколько важно, когда человека провожают потом. Говорят, что может быть, если бы Давид не оказался голодным, то все бы это не произошло. А почему действительно Йонатан-то ему не дал хлеба с собой? Что, жалко, что ли, ему хлеба? Вот. Вообще, сколько времени, говорит, прошло с тех пор, как они расстались с Йонатаном? Один ученик говорит, примерно три дня. А что Давид все это время ел, спрашивает учитель. Говорит, может, у него с собой была какая-то еда? Учитель говорит, наверное, была действительно у него какая-то еда, но она уже кончилась. Да, в поле никакую еду не найдешь. И он голодал. Так вот, когда Йонатан пришел с ним встречаться, нужно было бы ему взять с собой еду. Чего же он так не поступил? Учитель отвечает, ну, возможно, что Йонатан боялся, что если увидит, что он несет много еды с собой, то поймут, что он идет встречаться с Давидом. Чего он вдруг в поле, где он собирается стрелять, просто упражняться в стрельбе из лука, берет с собой крова и хлеба. С какой стати? В общем-то, Йонатан мог испугаться и не взять с собой еду, чтобы никто не узнал, почему он идет в поле. Теперь уже ведь все знали во дворце, что Давида приговорили к смерти, его разыскивают. Поэтому помощь Давиду для Йонатана могла засчитаться ему как тоже. Очень строгое было бы наказание. Ну, собственно говоря, дело даже не о наказании самого Йонатана. Вопрос в том, что тогда бы открыли, где находится Давид, скорее всего, да, если бы знали, что он идет встречаться с Давидом, могли за ним, например, проследить и найти Давида. Мало ли что. В общем, Йонатан не взял с собой хлеб, согласно нашему учителю, потому что боялся, что иначе он подставит Давида. И мы, говорит, позже увидим, что жители города Нов, вот эти Коины, в результате кончилось очень плохо для них. Это будет не в нашей главе наказание Нового города Коинов. Но вот их смерть, их резня произойдет, получается, из-за того, что Давид пошел в этот город и пришлось ему соврать, что он на секретном задании, и вот все произошло, то, что произошло. Что Шауль поверил, что они тоже участвуют в этом бунте Давида и помогают ему. Теперь ученик спрашивает, почему, говорит, Давид не пошел в какую-нибудь деревню и там попросить хлеб? И на это отвечает учитель, что большинство людей, говорит, если бы увидели, что вдруг Давид появился и просит хлеб, это бы их очень сильно стали бы его подозревать, чего это он вдруг хочет хлеб-то. Поэтому он пришел скорее в город Нов, что там, во всяком случае, находился храм, да, было главный Обама, так сказать, после того, как был разрушен Шива. И решил рассказать им, да, вот эту историю, якобы он на секретном задании. И говорится в Талмуде, что он пришел в этот город Нов в субботу. Я так и не понял, почему, по мнению автора, невозможно было точно так же в какой-нибудь деревне сказать, что он на секретном задании. Потому что люди его знали, и он боялся, что они его выдадут Шаулю, значит, получается, что ли, что он считал, что в деревнях уже все знают, что его разыскивает Шауль. Тогда почему он пошел в город Нов и не боялся, что там его тоже уже знают. Может, он думал, что в городе Нов, где священники заняты все время службой, только и святыми вещами, и изучением Торы наверняка, то, может, им не до того. Знаете, бывают мадридзиторы так далеки от политики, они вообще ничего не знают, что происходит. Может, поэтому он думал, что вряд ли его там уже слышали, что его разыскивает царь. В то время как в деревнях он боялся, что кто-то, может быть, уже знает, что его разыскивают. Я не знаю, не очень понял его ответ, если честно. Ну, по крайней мере, он почему-то решил, что лучше пойти в город Нов. На самом деле, у него не было подозрений, что Шауль до такого дойдет, что будет подозревать весь город и убьет людей невинных. Поэтому он же не знал, что он подставляет этот город. Поэтому почему бы не пойти в город Нов? Наверное, там достаточно было еды, и он не боялся, что там его встретят хорошо. Наверное, знал даже, что там, может быть, находится меч Голиафа, и из-за этого тоже хотел именно туда прийти. Кто знает. Может быть, город Нов оказался просто по пути туда, куда хотел Давид скрыться, куда он убегал. Большую часть времени он убегал там в пустыне куда-то в результате. В Игуде он в пустынях. То, что Негев сегодня называется на юге Израиля. Там часто прятался Давид. Кто знает. Мне кажется, могло быть много причин, почему, как можно ответить на вопрос ученика, почему Давидовна пошел в город Нов, а не в какую-нибудь деревню по пути. Во всяком случае, он, значит, туда пришел, согласно Геморре, в субботу. И, кстати, я не очень понял. Он говорит, что он освободился от, расстался с Йонатаном в пятницу и пришел в субботу. А до этого же ученик сказал, что уже три дня прошло. Примерно три дня. Не очень понятно. Ну, в любом случае, он зашел, значит, согласно Хазаль в субботу в этот город. И вы видите, что когда его первосвященник увидел, он очень испугался. Что-то тут пришел, особенно в шаббат. В шаббат люди обычно не приходят из других мест, только если есть опасность. Тем более, что Давид выглядел очень усталым. Наверняка это все вызывало подозрения большие. И на самом деле в этом и будет доказательство Шауля, что Ахимелых, вот этот первосвященник, участвовал в бунте. Не может быть, что он ничего не заметил. Да, как может быть, что Давид к нему пришел в субботу, усталый, а Ахимелых ничего не подозревал, и якобы, да, и поэтому помог Давиду. Не может такого быть, он не мог не подозревать. Так вот, Давида без того выглядел очень, так сказать, внушительно, он такой был, как, знаете, как лидер, его голос на реках был очень громкий, как командира, голос командира. И священник очень быстро нехна, как говорится, да, стал скромным, да, униженным, как бы, перед ним. Не то, что униженным, но, в общем, очень вел себя перед Давидом скромно и уважительно. То есть, Давида удалось уговорить священника, что все в порядке, это секретная миссия, ты должен помочь. Так спрашивает ученик, а что, Ахимеллах вообще не знал, что происходит в доме Шауля? Не знал, что Давида разыскивают? Так объясняет учитель, что это же все происходило очень быстро. Не успели еще новости просочиться до города Нов, что Давида разыскивает царь, чтобы предать его смерти. Может быть, этот предусвященник не слушал на самом деле какие-то слухи, которые ходили, а он не из тех, кто обычно слушает всякие слухи. Или даже наоборот, что не любил слушать, что люди рассказывают, вдруг услышат какой-то ложный гора. Знаете, праведные люди, они не любят вообще общаться с простым людям, которые неосторожны со своим языком, все время болтают про других. Знаете, есть история про Хофицхайма, что он однажды остановился в каком-то трактире, его не знали, его посадили вместе с кучерами. И они говорили весь день, весь вечер про лошадей. Потом, когда узнали, что там Хофицхайм, говорит владелец, что я извиняюсь, я тебя посадил с кучерами, он говорит, это еще хорошо, что они говорят только про лошадей. Вот если бы они говорили про людей, я бы не мог с ними сидеть и слушать сплетни. Но они говорят, про лошадей, пожалуйста, не жалко. На всяком случае, не исключено, что Ахимелок был такой осторожный мудрец и лидер, и ему не интересовало, что там рассказывают какие-то слухи, только всякие сплетни и Ложенгара слушать. Пользы от этого никакой нету. Кто же знал, что данная информация могла бы спасти ему жизнь? Ну, а, говорит, был действительно среди них человек, который да, знал, что происходит? Кто этот человек? Ученик отвечает, конечно, доек ха думи. Доек изы дома. И он был важный человек, какой-то из рыцарей Шауля, каких-то важных каких-то капитанов, генералов Шауля. Так, учитель отвечает, что он не просто был, он был, похоже, мудрец Торы тоже, так казаль считает, что он был один из глав Санхедрина. Так вот, он мог бы остановить на самом деле Ахимелока и сказать, что Давид разыскивается, ничего ему не давай. Почему он так не сделал? Мы, говорит, мы не знаем. Трудно, трудно что-либо заключить, почему доек тогда не остановил Ахимелока. Он, говорит, был хитрый человек. Гемора говорит, что он хорошо очень знал Давида. Они уже давно были знакомы друг с другом. И когда-то именно доек нашептывал Шаулю, что Давид имеет плохую родословную. Помните, когда мы говорили, что когда Шауль подозревал, что Давид слишком жестокий, то доек как бы это подтвердил, тем, что да, он из Муава происходит, у него там прабабушка или кто бы, орут из Муава. Так вот, именно он же, с другой стороны, предложил когда-то, чтобы Давид играл на музыкальном инструменте для Шауля, когда Шауле становилось плохо, и он начинал сходить с ума или как-то вести себя неадекватно, в депрессии был, то привозили Давида, и он играл. Это именно все доек предложил. Может быть, в тот момент он пожалел Давида, то есть у него были очень непростые взаимоотношения с Давидом все это время. И сказали, что он ему завидовал тоже в какой-то степени. Мудрец иногда завидует другому мудрецу, он был мудрецом Торы, но не таким же, как Давид, и завидовал ему. В общем, так или иначе, мы видим, что доек не то, что так уж торопился сообщить Шаулю, не то, что он сразу побежал и донес на Давида и на этого Ахимелыха. Он и сначала был неуверен, и в конце, похоже, был неуверен. Когда Ахимелых снабдил Давида всем необходимым, то доек промолчал. Потом, когда он вернулся к Шаулю, он тоже молчал все это время. Потом уже, когда царь стал требовать, чтобы ему сообщали все, и что, почему мне никто ничего не сообщает, почему все меня предали, вот тогда он раскрыл свою пасть и рассказал историю с Давидом, как Ахимелых ему помог. Так вот, если, говорит, правильно ли поступил Ахимелых, когда он Давиду все дал, и хлеб дал, и меч Голиафа, который там в шатре был у них в храме, ну и начинают спорить дети, ученики начинают спорить. В этом же цель всех этих уроков, чтобы была настоящая дискуссия. Лучше всего усваивается материал, если есть дискуссия, если есть разные мнения, каждый отстраивает свое мнение. Насколько возможно, пусть учитель попытается это, так сказать, подливать, делать так, чтобы дискуссия была живой, было всем интересно. Так вот, вопрос, который задал учитель, разумеется, касается после этого вопроса, насколько можно не то что оправдать, но понять хотя бы Шауля, когда он действительно подозревал настоящий бунт со стороны этих коэнов, и считал, что они все, да, такое, как нам кажется, на первый взгляд, полностью сумасшедшее заключение, но тем не менее, возможно, казалось обоснованным. Как говорит учитель, понять не значит оправдать. Что действительно похоже, что после всей дискуссии должен учитель суммировать, что похоже, что Ахимелых был неосторожен все-таки. Он действительно знал, что Давид великий человек. И в такой очень странной ситуации, когда было много подозрений, он мог бы посоветоваться с тем же Доэгом, что делать. Но, во всяком случае, он поступил так, как поступил, и привел к страшным подозрениям Шауля и к тому несчастью, которое из-за этого произошло. Ну, и с другой стороны, трудно поверить, что никакие вообще слухи хоть как-то не доходили до Ахимелыха, что что-то там происходит в доме царя, между Давидом и Шаулем. То есть, подозрения могли бы быть. Ведь общий закон такой, что когда ты слышишь какие-то слухи в Лошен-Гора, например, то ты не имеешь права им верить, но должен быть осторожным, если есть из этого какое-то следствие для спасения, например, себя или других. Ты должен быть осторожным, что вдруг это правда. известный классический случай, когда говорят, что Гидалия, которого назначил когда-то царь Бавилонии, главой еврейского народа после разрушения храма, пошли слухи и до него дошли через одного из местных офицеров, что его собираются убить. По приказу царя Омона там послан был некто Ишмельбен и Таня, которые собираются его убить. Так он говорит, я не буду слушать Лошен-Гора, врете вы все и не был осторожным. В результате он погиб, и другие с ним погибли. И говорится, что он сам был виноват в каком-то смысле, что он не был осторожным, что когда предупреждают, не верь, но будь осторожен. Поэтому, если Ахимелых действительно слышал что-то про Давида, то ему не нужно было рисковать и подставлять себя и других тем, чтобы помогать Давиду. Другое дело, а что ему оставалось? Вряд ли бы он выдал Давида царю Шаулю, наверное, просто бы его отпустил, сказал, что, извини, я не могу рисковать. Я и сам хочу жить, и у меня здесь семья и все остальные. Мы не можем рисковать и помогать тебе, а потом Шауль нас накажет. И действительно, видите, Шауль что этим добился? Что он надеялся, что никто не будет помогать Давиду после того, что произойдет в этом городе, что те, кто помогли Давиду, их наказание было страшным, что уже никто никогда не будет ни в чем помогать Давиду. То есть план Шауля вполне логичен, только это очень жестоко было. Знаете, ведь Шауля критикуют наши мудрецы именно за то, что он как бы прямую противоположность ударился. Сначала он был слишком мягок по отношению к Амалеку, а теперь он слишком жесток по отношению к невинным людям. Что-то обычно идет рука об руку. Те, кто милосердны к злодеям, они обычно жестоки к праведникам. Бывает такое. Хотя сам Шауля не был негодяем. Это была ошибка, роковая ошибка, ужасная ошибка, которая привела к смерти невинных людей, но это скорее была ошибка, чем просто резня. И тем не менее, он, конечно, за это поплотился потом сам жизнью, и его дети, и все. Получилось, что они все погибли потом в войне с филистимлянами. У Шауля тоже ничего хорошего не произошло после всего этого. Ну, а Доек, как я сказал, еще и часть будущего мира не потерял. В общем, он говорит, что заключает еще автор то, что во время войны, говорит, или во время бунта нет особенно времени разбираться еще. Действуют быстро, и поэтому тоже ошибки допускаются. Это тоже наверняка сыграло свою роль. И, наверное, не мог, не мог их имел проверить как следует. Про Давида ничего. Он поступил быстро, и в результате его риск привел к его собственной смерти и смерти других вокруг него. Вот такая страшная история. И на этом мы на сегодня закончим. И урок посвящался для того, чтобы в этот раз израильская армия не делала поспешных решений, заняла столько времени, сколько заняла, чтобы как можно больше спасти гражданских лиц. Всех невозможно спасти гражданских лиц, но Израиль делает все возможное, чтобы как можно меньше было жертв гражданских. И чтобы они действовали так, чтобы именно уничтожить терроризм, уничтожить новый ИГИЛ, Хамас, но при этом, чтобы не пострадали гражданские, и чтобы насколько это вообще возможно. Ну, конечно, ненавистники Израиля всегда будут утверждать, что Израиль убивает невинных специально. Это, к сожалению, избежать, но хотя бы мы будем знать, что они делают то, что могут, а мы знаем, что они стараются как могут и пытаются, постоянно пытаются спасти гражданское население, чтобы Всевышний помог закончить эту войну, чтобы был мир на земле, чтобы были спасены узники-азы, были излечены, ранены, и чтобы наступил мир. Субтитры подогнал «Симон»